В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, Зимой и летом стройная, зелёная была. Детей из центра «Росинка» с Новым годом пришли поздравить многочисленные друзья из социальных служб и крупных компаний. Ребята же, в свою очередь, подготовили для гостей новогоднюю сказку. Подробности у Никиты Панина. С Новым годом! Этот Новый-Новый год снегом обнимает. Этот Новый-Новый год бьёт и зажигает. Вот так, поздравив всех присутствующих в зале, завершили своё выступление воспитанники «Росинки». А за несколько минут до этого на сцене происходил новогодний бал «Золушки» – сказка, основанная на известном произведении, которую дети подготовили специально для пришедших сегодня в центр гостей. Среди них оказался и Дед Мороз со своей внучкой. Но, как положено по традиции, без особого приглашения вестник праздника появляться не захотел. И ему его устроили. Дед Мороз! Дед Мороз! Наши праздники – это такое вот эмоциональное впечатление детское, которое остаётся с ребёнком на всю жизнь. И будет, вот может быть, здесь, в нашем центре для ребёнка, это самое яркое, такое радостное пятно в жизни. Конкурсы, песни, стихи и загадки. Дети долго старались угодить старцу в красной шубе. Но когда настал долгожданный момент раздавать подарки, оказалось, что Дед их просто забыл положить в мешок и приехал налегки. Ну что, ребята, сейчас без подарков останутся? Ну, получается, что так, я пошёл. Стоп! Но без подарков Мороза, конечно же, не отпустили. Немного колдовства, и вот дети уже счастливые, обладатели заслуженной награды. Но на этом праздник не закончился. Увидев такую безответственность со стороны Деда Мороза, свои подарки детям решили вручить гости праздника. Они же давние друзья-росинки. Именные подарки каждому из порядка 30 детей, присутствующих в зале, вручили представители компаний «Газпромнефтьаэра», «Леруа Мерлен», «Шереметьевская таможня», Национального фонда «Наши дети» и Управления социальной защиты. У людей доброе сердце, такие искренние пожелания, чтобы все дети были счастливы, потому что чужих детей не бывает. Дети все наши, и мы все хотим, чтобы они улыбались, смеялись и были счастливы. Поэтому вот все эти люди, которые сегодня у нас в зале и которых нет в зале, но они помогают нашим детям, они настолько добры, настолько у них сердце переполнено любовью к детям, что, конечно, это самое главное, такой вот позывной для добрых дел. Не только игрушки в красивых упаковках, но и праздники, развлекательные поездки, экскурсии – неотъемлемая часть хорошего настроения ребят. Такие нематериальные подарки, по мнению сотрудников центра, важны, но затмить новый конструктор или огромного плюшевого медведя едва ли смогут, ведь речь идет о детях. Дети есть дети, они всегда ждут подарков. Наши тоже ждут подарков. И материальных, и угощений сладких. Это самые обыкновенные, простые детки, которые, ну вот, ничем не отличаются от тех, которые живут в семьях. Праздник, который прошел в Росинке, запомнят не только воспитанники центра, но и ребята, пришедшие сюда в качестве гостей. В первую очередь, это дети с ограниченными возможностями, для обслуживания которых в центре пока еще нет необходимых условий. Но его директор Елена Скулкова надеется, что со временем такие условия появятся. Никита Панин, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова